Микрорайон есть, а дорог нет. Жители Новой Дерябихи оказались в блокаде. Обещания застройщикам микрорайона, что будут не только красивые жилые дома, но и вся необходимая инфраструктура остались на словах. Проблем было столько, что жителям пришлось объединиться в ТОС. Самое страшное – это полное отсутствие дорог в нашем микрорайоне. Дороги являются линиями жизнеобеспечения. И по Конституции, статья 2, статья 40, статья 25, мы имеем право на благоприятное проживание. Благоприятного проживания здесь в данный момент нет. Чиновники ничего не хотят делать, перекладываются друг на друга. Выезд на проспект 70-летия Победы, которым раньше пользовались жители Новой Дерябихи, теперь выглядит так. Здесь все перекопано, перерыто, сделано это умышленно. ТСЖ-8 нам перегородили дорогу. Они сказали, что это их внутренняя территория и никто по ней ездить не будет. Хотя участок неразмежован, хотя есть письмо от Берегова, что они не давали разрешения на ограничение движения. И эти мероприятия они не будут проводить. У нас есть официальный документ. В администрации города Иваново информацию о том, что участок в микрорайоне Рождественский неразмежован, подтвердили. Сейчас эта земля находится в аренде у дома строительной компании. И только она вправе ей распоряжаться. Акционерное общество ДСК было обязано подготовить проект межевания территории и его планировки. Соответственно, данные обязательства по договору АОДСК не исполнило. И администрация города обратилась в арбитражный суд Ванской области с заявлением о понуждении к исполнению обязательств по договору. Данное заявление было подано в рамках дела о банкротстве, поскольку ответчик находится в стадии конкурсного производства. Сколько будет идти судебное разбирательство и к чему это приведет, не знает никто. О неудобствах люди испытывают ежедневно. Временно выручает житель Дерябихе вот этот проезд у строящегося детского сада. Это именно проезд, а не дорога. Под слоем снега бетонные блоки, строительный мусор. По сути, это квартальная дорога, которую перекроют, как только достроят детский сад. Значит, вот временная дорога мимо детского садика, но ее по-любому закроют, потому что около детского садика есть нельзя, и не должен быть уезд между, хотя, как межквартальный, он вроде подходит. Вот здесь была наша основная дорога, но Рождественский нам ее перекрыл. Куда жители только не обращались. Оказавшись на стыке двух территорий – городского округа и муниципального района, они никак не могут найти понимания. Несколько лет длится хождение по инстанциям, а ответ один – подождите. Чиновники нас не очень хорошо слышат, и даже нам еще и заявляют о том, что якобы мы за счет бюджета хотим решить свои шкурные дела. Я хочу сразу на камеру сказать нашим чиновникам. Вообще министр переводится с латыни – «слуга народа». И кроме того, мы являемся налогоплательщиком. Это не бюджет. Не мы за счет бюджета живем, а бюджет за счет нас живет. Мы платим налоги, и мы имеем право потребовать чиновникам нормальную, адекватную работу. И мы ее будем требовать. Еще один путь, как говорят жители, законный, по которому только остается ездить – дорога, которая начинается от трассы Иваново-Кохма. Тоже не выдерживают критики. Дорога в Старой Дерябихе и в Новой очень узкая. Как можно было так спроектировать микрорайон? Практически отрезв. Мы живем на острове. И как мы дальше будем жить? Нам только подождите когда-нибудь. А когда-нибудь у нас может и в 22 веке наступить. Чуть лучше тот участок пути, что идет вдоль строящегося торгового комплекса и соединяет трассу Иваново-Кохма и Старую Дерябиху. На сегодняшний день застройщик предусмотрел дорогу-дублер, чтобы жители могли подъезжать к своим домовладениям. На сегодняшний день дорога составляет где-то 6 метров, что позволяет машинам разъехаться на данном этапе, на данном отрезке дороги. Администрация данный вопрос контролирует. По заверению застройщиков, уже осенью этого года, в сентябре, строительное ограждение уберут, а вместо временной дороги-дублера появится постоянное с хорошим асфальтобетонным покрытием, тротуарами и освещением. Будет сделано все для безопасного передвижения пешеходов. Таким красивым обещаниям, конечно, хочется верить. Но всякая вера к непосредственному застройщику жилого микрорайона уже утрачена. Согласия с микрорайоном-рождественским собственником на сегодняшний день не найдено. Насколько я знаю, у департамента строительства и архитектуры с ними встречались. Но, со своей стороны, администрация Ивановского муниципального района также по заявлению застройщика предусмотрела в документах территориального планирования дорогу для организации подъездного пути как раз к микрорайону Дерябиха-2. Согласно документам территориального планирования, дорожная сеть составляет 15 метров, что соответствует всем нормам и правилам. Но на сегодняшний день непроектной документации пока не проект планировки застройщикам не предоставлен в администрацию. Своё слово в этой истории скажут и представители МЧС. Сотрудники ведомства уже выезжали на место и готовят своё заключение. Вопрос на контроле и в прокуратуре. Сейчас с нами будет организована проверка с сотрудниками госавтоинспекции и будет выяснено, есть ли в данной ситуации нарушение прав граждан. В защите своих прав жители Новой Дерябихи останавливаться не намерены. Мы будем следить за развитием событий.